здравствуйте дорогие друзья с вами снова я елена стишенко и я приглашаю вас на новое занятие по вязанию сегодня я хотела предложить вам связать вот такой узор это один из самых моих любимых узоров он подходит как для вязания шарфов так и для вязания одежды одежда связанная таким узором если взять крючок немножко потоньше будет плотный и не требует чехла что очень удобно сегодня я вам покажу этот узор на примере вязание шарфика я связала первую половину шарфа и мне захотелось сделать так чтобы начало вязания совпадал у меня середины шарфа для того чтобы край изделия получился волнистый как на узоре вязать я буду из не так ольга пряжа полушерстяная вот она крючок я возьму номер три с половиной для вас я нарисовала узор количество петель должно быть кратно шести плюс один в нашем случае я взяла количество петель 37 36 делится на 6 и плюс одна петля и так мы приступим для начала нам нужно присоединить нашу ниточку для тех кто не умеет это этого делать я покажу как я ведь это делаю я беру ниточку новую складываю где-то хвостик 10-12 сантиметров оставляю складывая пополам ввожу крючок в нужную нашу петлю туда где нам нужно сделать присоединение нити захватываю нить и протягивая захватываю снова нить и протаскиваю вот у нас с вами получилась первая петелька вот нить присоединена и теперь мы можем приступить вывязыванию узора обратите пожалуйста внимание что в начале узора у нас идут воздушные петли подъема и так выполняем 3 воздушные петли подъема одну петлю мы уже выполнили поэтому добавляем еще две далее у нас выполняются два столбика с накидом в ту же петлю откуда мы начали вязание столбик с накидом столбик с накидом далее обратите пожалуйста внимание у нас идет столбик без накида через две петли в третью и далее через 2 петли в третью мы выполняем вот такую ракушку состоящую из пяти столбиков с накидом и далее опять через две петли в третью мы выполняем двигаемся по стрелочке столбик без накида на этой схеме я не рисовала во всю длину наш узор а воспользовалась понятием раппорта раппорт это количество повторяющих петель которые повторяются в нашем узоре поэтому когда мы досчитали вот до этого места мы по стрелочке я вам специально риса нарисовала стрелочку возвращаемся сюда и читаем наш узор снова столько раз сколько нам нужно и далее завершаем узор оставшимися петлями так мы с вами будем поступать и так мы связали вот эту часть далее через две петли в третью мы выполняем столбик без накида отсчитываем 1 петля 2 3 далее через две петли в третью выполняем столбик без накида 5 столбиков с накидом в одну петлю 1 2 3 4 5 выполнили далее через две петли в третью выполняем столбик без накида отсчитываем 1 2 3 столбик без накида выполнили далее через две петли в третью снова выполняем 5 столбиков с накидом 1 столбик 2 3 4 5 выполнили далее через две петли по стрелочке переходим в третью мы выполняем столбик без накида 1 2 в третью столбик без накида далее через две петли в третью выполняем ракушечку 5 столбиков с накидом но я думаю что узор не сложный и вы его уже запомнили поэтому продолжаем вязание чередуем столбик без накида и 5 столбиков с накидом крючок вводим через две петли в третью 2 отсчитываем в третью у нас идет столбик без накида далее через две петли в третью выполняем ракушечку 345 через две петли в третью выполняем столбик без накида через две петли в третью выполняем ракушечку 5 столбик без накида через две петли в третью выполняем столбик без накида сейчас мы будем заканчивать наш узор поэтому читаем в эту сторону до конца и дальше через две петли в третью выполняем три столбика с накидом только половинку нашей ракушечки вот обратите пожалуйста внимание какой красивый получается край вот чтобы у меня край получился такой волнистый у шарфа с двух сторон я и решила сделать начало набора нашего вязания по центру шарфа а по краям у меня будет волнистый край и так переходим для следующего ряда читаем схемку воздушные петли подъема мы ей заменяем столбик без накида вот здесь столбик без накида а здесь воздушные петли подъема дальше выполняем 5 столбиков с накидом столбик без накида далее столбик без накида выполняется в центральную петлю в третью у ракушечки повторяется у нас ракушечка 5 столбиков с накидом выполняется столбик без накида повторяем узор столько раз сколько нам требуется и заканчиваем столбиком без накида выполненным в третью воздушную петлю и так приступим поворачиваем наше вязание и выполняем воздушную петлю подъема далее находим нашу петельку столбик без накида и выполняем сюда ракушечку 5 столбиков с накидом 2 3 4 5 здесь у нас была ракушечка в третью петлю отсчитываем в центральную петлю ракушечки выполняем столбик без накида вот здесь впадинка это как раз у нас столбик без накида мы опять выполняем сюда ракушечку 1 2 3 4 5 у ракушечки отсчитываем петли 1 2 3 в третью выполняем столбик без накида далее опять находим впадинку столбик без накида предыдущего ряда выполняем в него ракушечку для начинающих вязальщиц этот узор по моему мнению является очень красивым и простым его можно применить в разных в разных изделиях и всегда он смотрится великолепно поэтому если вы освоите узор вы можете вязать этим узором разные изделия отсчитываем третью петельку столбик без накида находим впадинку столбик без накида предыдущего ряда выполняем ракушечку опять третью петельку у ракушечки отсчитываем выполняем столбик без накида во впадинку выполняем петельку столбик без накида предыдущего ряда выполняем ракушечку и посмотрите пожалуйста мы подошли концу ряда у нас были три воздушные петельки подъема предыдущего ряда мы выполняем в самую верхнюю петельку столбик без накида отсчитываем снизу 123 вот третью петельку находим и выполняем столбик без накида вот мы с вами завершили ряд свой шарфик я буду заканчивать именно этим рядом поскольку в этом ряду все ракушечки у нас целые и мне так больше нравится далее давайте разберем с вами третий ряд у нас 3 воздушные петельки подъема заменяющий столбик с накидом далее два столбика с накидом в эту же петлю столбик без накида предыдущего ряда в ракушечку центральную петлю то есть в третью опять мы делаем столбик без накида столбик без накида мы выполняем ракушечку в третью петлю ракушечки выполняем столбик без накида и завершаем ряд тремя столбиками с накидом в воздушную петлю предыдущего ряда и так давайте выполним эти петли и посмотрим как у нас получится и так 3 воздушные петли подъема далее в эту же петлю столбик без накида предыдущего ряда я выполняю два столбика с накидом вот пол ракушечки у нас уже получилось находим третью петельку в ракушечке и выполняем столбик без накида далее столбик без накида выполняем 5 столбиков с накидом в третью петельку ракушечки выполняем столбик без накида столбик без накида выполняем 5 столбиков с накидом в третью петельку ракушечки выполняем столбик без накида столбик без накида в третью петельку ракушечки выполняем столбик без накида столбик без накида выполняем 5 столбиков с накида далее снова в центр ракушечки выполняем столбик без накида столбик без накида выполняем 5 столбиков с накидом третью петельку ракушечки выполняем столбик без накида и обратите пожалуйста внимание мы заканчиваем с вами ряд 3 столбика с накидом воздушную петлю подъема предыдущего ряда вот наши воздушные петли подъема мы выполняем 3 столбика с накидом вот такой ряд у нас с вами получился обратите пожалуйста внимание что третий ряд по виду повторяет первый ряд то есть следующий ряд у нас с вами должен быть 4 но он будет повторять второй ряд поэтому мы будем повторять каждый раз второй и третий ряд то есть мы после третьего ряда смотрим снова второй ряд читаем его и выполняем опять воздушную петельку подъема столбик без накида у нас пойдет 5 столбиков с накидом далее в центр ракушечки во вторую петельку пойдет столбик без накида столбик без накида пойдет у нас ракушечка 5 столбиков с накидом и так далее то есть после третьего ряда вам нужно снова повторить второй ряд а после 2 3 и так далее на ту длину шарфика которую вы хотите то есть повторяем второй и третий ряд например 20 раз в зависимости от длины вашего шарфика и как я уже говорила я буду заканчивать свой шарфик целыми ракушечками а как закончите вы подскажет вам ваша фантазия может быть у вас возникнут какие-то свои идеи и вы воплотите их жизнь до новых встреч творческих вам успехов пока пока